Владимир Русанов Владимир Русанов – русский полярный исследователь. В его честь названы посёлки, улицы и корабли. Он является одним из прототипов героя романа Вениамина Каверина «Два капитана». Будущий покоритель Северного Ледовитого океана появился на свет в ноябре 1875 года в далёком от морей городе Орле. Отец Владимира, ранее купец средней руки, разорился и умер, когда единственному сыну было 4 года. Шаловливость и живой ум мешали Русанову учиться в гимназии. Мальчика, интересовавшегося только книгами о путешествиях и собиранием разнообразных камней, исключили из учебного заведения. Отчим Володи поспособствовал поступлению пасынка в Орловскую духовную семинарию, в которой работал. Подростку не понравилась схоластика, царившая в кузнице церковных кадров. Окончил учебное заведение Русанов лишь в 21 год. Поступив в Киевский университет, Владимир вступил в подпольный революционный кружок. За участие в студенческих волнениях был арестован. Будучи в заключении, Владимир читал книгу Фриккио Фананцена «Среди льдов во мраке полярной ночи», и она произвела на него огромное впечатление. После освобождения Русанов продолжил революционную деятельность, и вольнодумца сослали на два года в город Усть-Сысольск, Сыктывкар. В Усть-Сысольске Русанов служил статистиком в земской управе. Во время экспедиции по Печорскому краю уроженец Орла не только выполнял должностные обязанности, но и собирал материал для научных работ. После окончания ссылки вольнодумцу было запрещено жить в университетских городах России. Поэтому, чтобы завершить образование, Русановы поехали в Париж. В Сорбоне Владимир учился на геолога, а его жена – на врача. Однако в марте 1905 года жена Мария умерла. Причиной смерти молодой женщины стала родильная горячка. Новое счастье в личной жизни Русанов обрел с француженкой Жульетой Жан-Сесим. На естественном факультете Сорбоны девушка получала два образования – геологическое и медицинское. В Сорбоне бывший ссыльный блестяще проявил себя и защитил докторскую диссертацию по геологии. В это же время решил заняться изучением новой земли. Весной 1907 года Владимир Русанов возвратился в Россию. Прибыв в Архангельск, к удивлению, встретил со стороны местных властей содействие в подготовке экспедиции на новую землю. Объяснялось это тем, что на новой земле безнаказанно хозяйничали норвежцы. И архангельский губернатор видел в экспедиции Русанова одну из мер, направленных против браконьерства. Исследования Русанова на новой земле, проведенные им самостоятельно и по собственной инициативе, получили высокую оценку профессоров Сорбоны. Поэтому, когда весной 1908 года для французской экспедиции на новую землю потребовался геолог, из многих кандидатов единодушно был избран Русанов. Он с радостью принял это предложение, позволявшее ему продолжить свои исследования по геологии на новой земле. В конце мая 1910 года Владимир Русанов, находясь в Париже, получил письмо от губернатора Архангельской губернии с просьбой возглавить экспедицию главного управления землеустройства и земледелия для исследования северного острова Новой Земли. В фондах музея Арктики и Антарктики хранится рукопись Русанова «Обзор деятельности новоземельской экспедиции 1910 года на судне Дмитрий Солонский». Русанов сделал так много открытий, что часть из них стала основой для его научных статей, а часть была присвоена французскими исследователями Арктики. Русанов открыл месторождение полезных ископаемых, в частности каменного угля, диабаза и мрамора. Однако больше всего прославился уроженец Орла как исследователь гидрографии и метеорологии Баренцева и Карского морей, скорректировавший маршрут судов из Архангельска в Сибирь. Главная публикация Владимира Александровича называется «К вопросу о Северном морском пути». Когда Русанов в 1912 году во главе экспедиции отправился на Шпицберге, с мореплавателем и его командой на борт судна «Геркулес» поднялась и Жан Сесин, находившаяся еще в статусе невесты. 9 июля 1912 года «Геркулес» стартовал из Александровска на Мурмане. Сейчас город называется «Полярный». По официальному плану судно должно было вернуться в октябре того же года. Однако наличие на борту «Геркулеса» запаса провизии на 18 месяцев свидетельствовало о наличии у Русанова дополнительных проектов. Обстоятельства и точная дата смерти Владимира Александровича неизвестны. В 1914 и 1915 годах царское правительство неоднократно сторежало поисково-спасательные отряды с целью найти Русанова и его спутников, а также участников пропавших в Арктике экспедиции Георгия Брусилова и Георгия Седова. Однако результатов поиски не дали. Лишь в 1934 году на островках возле берега Харитона-Лаптева нашли личные вещи членов Русановской команды и столб с вырубленной надписью «Геркулес» 1913. Среди легендарных покорителей Арктики начала XX века Владимиру Александровичу Русанову принадлежит особое место. Как никто другой, он глубоко понимал значение севера в хозяйственной жизни страны. Блестяще предвидел экономическое и государственное значение северного морского пути. Русанов по многим вопросам опережал свое время. Многие его идеи и выводы были реализованы спустя десятилетия. А экспедиции на новую землю имели решающее значение в закреплении этой исконной русской земли за Россией. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...